приветствую всех участников ну мою тему вам уже озвучили и наверное нужно сделать еще оговорку что в этом проекте выступают совершенно разные люди разные темы разные лекторы и они могут быть ничем совершенно не связаны друг с другом ну и соответственно вот то что было у нас сейчас да это были остросовременные темы сейчас будет совершенно другой доклад там будут вещи которые там 17 века например касаются ну почему приходится лезть так глубоко так далеко причина этого очень проста как правило популяризация науки пропаганда науки она всегда сталкивается с ну так называемые проклятыми вопросами которые ну имеют очень приблизительные ответы что такое наука до что такое же наука пара наука как они различались в истории как они различаются сейчас ну в частности вот практически у каждого пишущего на эту тему есть своя классификация то есть что он считает пара наука и да что он считает это лже наука и так далее ну это печальная реальность каждому в общем приходится оговаривать что же он собственно считает тем или иным мы помимо этого собственно ученые как правило я имею ввиду практикующих ученых они мало интересуются истории науки они не любят кандидатские экзамены по истории науки всячески стараются как бы вот их пройти побыстрее потому что они получают информацию в готовом переработанном виде то есть это выжимка из истории из современных исследований на то что было раньше они считают что в общем иногда лучше это просто забыть вот поэтому вечно начинают обращаться с этими проклятыми вопросами к историкам науки там культурологам к философам ну а людей которые в этом разбираются очень и очень немного потому что нужно иметь большую эрудицию нужно знать языки нужно иметь большое время чтобы этим заниматься ну тем не менее вот что могу я вам из своего личного опыта расскажу давайте затестим вот этот девайс да будет он крутить да он крутит замечательно когда мы говорим о терминах то все время всплывают очень и очень многие слова которые часто воспринимаются как синонимы ну например многие говорят что там какая разница паранаука лженаука псевдонаука то есть это все что-то неправильно в реальности оказывается картина немножко иная то есть как вы видите если мы исходим из этимологии слов то некоторые слова например лженаука да они означают приставка ложная это русская приставка она означает что это что-то явно ошибочно опровергнута ну то же самое можно сказать и там а терминах девятная наука нормальная то есть они в принципе часто обозначают тоже какие-то явно ошибочные вещи когда же мы говорим о паранауке то здесь нужно учитывать что вообще говоря этот термин обозначает всю область околонаучного знания то есть все что может относиться к науке да что претендует на научность вот это все это не обязательно ложно да это могут быть какие-то сомнительные теории могут быть будущие научные теории часто бывает да что из паранауки что-то переходит дальше ну и соответственно очень интересный момент еще возникает вокруг псевдо науки а дело в том что греческая приставка псевдо вот она говорит о том что прямой перевод это нечто неподлинное да нечто неподлинное ненастоящее вот это слово неподлинное вообще говоря отсылает нас к такому концепту как симулякор симулякор вот философии постмодернизма это такая вещь которая превратилась в копию некой исходной вещи приобрела независимое от нее существование но воспринимается в старом качестве ну проще говоря если вы перетаскиваете в новую квартиру там бабушкины часы да то вот эти часы симулякор то есть они не имеют той уже функции которую они раньше выполняли да вы их вы перетаскиваете туда чтобы как бы придать веса этой новой квартире да потому что в ней нет чего-то настоящего чего-то старого да ну и соответственно а псевдо науки на самом деле логично тоже говорить как они что не похожим на наук но не обязательно ошибочно вот но этот простой взгляд в общем поддерживать далеко не все то есть как правило вот каждый человек выдвигает нечто свое если говорить об истории то история здесь тоже очень запутанная ну и в частности я вот ни у кого не видел из тех кто пишет на эту тему да чтобы они упоминали аристотеля который на самом деле вот ввел такой термин парология который ну сейчас известен в логике то есть это парологические рассуждения которые содержат ненамеренную ошибку да то есть есть софизм в логике это намеренная ошибка есть парологизм иначе говоря вот с ненамеренной ошибкой народ обычно думает что вот первый кто говорил о лженауке это принцесса некая принцесса камнина она вот есть на этом слайде ну где-то там аж в одиннадцатом веке нашей эры что якобы она придумывает термин ну естественно да что принцессы они как правило не придумывают каких-то концептов они используют существующие исходя из этого из этой исторической справки вы можете понять что в общем то практически любой ученый в истории как правило сочетал в себе несколько ипостасей если человек например занимался медициной то как правило он имел массу трактатов по алхимии и сам был тоже практикующим алхимиком некоторые люди радикально настроенные говорят да что давайте вот отделим алхимию от истории медицины но в таком случае вот например парацельса да придется разделять как бы бензопилой на две части потому что для него и то и другое было совершенно органическими частями его личности да его научного взгляда на мир ну и в какой-то мере мистического конечно взгляда на мир ну а когда я говорю о радикальных личностях то я имею ввиду прежде всего позитивистов да в девятнадцатом веке появился позитивистский проект в философии и философии науки который предполагал что мы должны как-то легко быстро радикально разделить науку паранауку да псевдонауку и так далее то есть по их представлениям должно было остаться лишь две части в области познания это настоящая наука и парапсевдолже и так далее вот ну к счастью или к сожалению дело оказалось намного сложнее вот вы видите некоторые имена да кризис в науке в начале двадцатого века знаменитый да когда пришлось существенно пересматривать взгляды на природу физических понятий пришлось пересматривать требования строгости критерии там верификации ну и пришлось изобретать некие иные уже методы определения научности да и способы оказалось что дело гораздо запутаннее ну соответственно что относить к науке да что относить к иным формам познания по большому счету никто сейчас не знает и не только в России но и в мире могу вам это ответственно засвидетельствовать да поэтому если кто-то вам скажет что я вот как бы открыл какой-то чудодейственные рецепты нет такого рецепта нет ну в конце вы видите троицу ну это совершенно как бы вот остальные просто не влазили в слайд но на самом деле огромное количество современных ученых тоже как вот классические ученые совмещают в себе какие-то признанные достижения ну например Фоменко это признанный специалистом в математике по моему в топологии ну и при этом вот он создатель новой хронологии которая ну мягко говоря не признана в исторической науке если мы знаем историю науки то читая какие-то старые трактаты мы не удивимся если встретим высказывания подобные высказыванию знаменитого физика Ньютона вот те же физики которые не знают что Ньютон вообще говоря физикой увлекался потому что он вот прежде всего пытался найти в мире Бога да разгадать божественный замысел то есть для таких физиков вот встретить подобные рассуждения Ньютона это шок ну фактически он говорит да что пространство и время вот установил Бог да он их придумал своих волей но тем не менее мы должны на мой взгляд все таки принимать историю такой какая она была и понимать что вот подобная же мотивация да она может быть присутствовать и у современных ученых кстати говоря да то есть кто-то действительно думает что служа науке вот он одновременно еще и служит Богу ну для протестантов это вполне распространенная вещь ну чтобы не пережевывать вот какие-то общеизвестные примеры в качестве трудностей разделения науки и псевдонауки вот я вам хочу рассказать об астрологии но не пережевывать Галилея которого и так уже в интернете можно найти там сотни текстов а вот малоизвестный такой вот пример который связан с календарем Брюса так называемым да на самом деле это не календарь Брюса но Брюс это известный сподвижник Петра Первого который был весьма известным таким продвинутым астрономом математиком ну и в том числе естественно астрологом и в начале семнадцатого нет начале восемнадцатого века вот он опубликовал такой календарь и здесь вы видите выдержку из него вы не напрягайте глаза на следующем слайде вы увидите что там написано мелким шрифтом да здесь главное вот понять принцип то есть вы видите такой крест да который образован планетами которые ну по мнению астрологов да определяют погоду определяют поведение людей поведение экономики рынков и так далее в каждый конкретный год и даже в каждую конкретную каждый конкретный день недели и вот в середине вы видите так называемую халдейскую звезду да там семь планет и как считали астрологи вот каждая из семи планет покровительствует определенному дню недели да ну и вот здесь эта звезда так немножко покрупнее видно да и видно какие делались предсказания да то есть нужно было согласно определенным правилам совместить по горизонтали и по вертикали линии да и вы могли на любой год ну включая и современность получить прогноз погоды вот ну казалось бы в чем здесь проблема да да казалось бы мы давно уже оставили астрометеорологию в прошлом да у нас есть настоящие метеорологии и так далее ну дело дело здесь не так то просто не так то просто дело в том что даже в академических календарях до начала 19 века продолжали печатать подобные же таблицы с предсказаниями погоды вот здесь вы видите еще один пример из календаря Брюса да это лунный календарь выдержка из него ну лунный календарь это первый календарь земледельца он крайне удобен для сельского хозяйства потому что вы не можете определять на глазок и высоту солнца но вы видите прибавление или убавление луны и вот там 28 29 дней это лунный календарь и по луне собственно древности ориентировались ну и с тех пор сохранилась поверье да что все дела которые требуют прибавления чего-либо нужно делать на прибывающей луне ну вот например там отрока в училище отдавать да вот это нужно делать на прибывающей луне да а рубить лес там или пускать кровь ну пускать кровь медицинские цели имеется ввиду да это надо делать обязательно на убывающей вот соответственно эти предсказания по лунному календарю исчезли исчезли гораздо раньше они исчезли вот уже в 66 году но как я вам сказал гораздо дольше сохранялись предсказания вот по погоде ну обычно считается что вроде бы как академики шли навстречу толпе невежественные и так далее но возможно что они и сами видели какое-то рациональное зерно в этом особенно если учесть да что вот этот временной зазор от лунного календаря отказались гораздо раньше чем вот тут предсказаний погоды чтобы у нас не сложилось ощущение да что вот астрологические идеи целиком остались в прошлом вот я здесь привел пример знаменитого в узких кругах советского ученого Чижевского который в двадцатом веке ну вытащил эту идею на поверхность и соответственно он говорил о том что все значимые мировые события определяются циклами солнечной активности ну что именно вы здесь читаете я не буду дублировать да вот вы видите один из графиков Чижевского и например напротив 1905 года вы видите есть маленький подъем да вот это второй как бы справа соответственно следующий горб да следующий подъем приходится примерно на восемнадцатый год Чижевский ко всем таким подъемом подбирает какое-то значимое историческое событие или какого-то появление какого-то деятеля и считает что мировая история развивалась в соответствии с вот таким солнечным как бы календарем да солнечной активностью ну что это то есть сказать что это априори неверно ну это довольно сложно сказать вот оказалось например что приливы и отливы зависят от положения луны то есть что тоже считалось астрологической идеей но оказалось что действительно приливы и отливы вызваны деформацией там массы вот из-за воздействия луны а это что такое да вот ну кто-то говорит что это лженаука да кто-то говорит что нет это псевдонаука она может быть небезнадежна это сказать весьма и весьма сложно вот из новейшей монографии по псевдонауке тринадцатого года я вам такую нашел табличку позитивистский проект как вы помните оставлял лишь две группы настоящая наука и ненастоящая здесь вы видите есть established science это настоящая устоявшаяся наука есть мягкая soft science еще есть целых две группы там и прото и псевдо science и что удивительно ну например там физика струн попадает вот в разряд некой протонауки да вот экономика там социология и прочие вещи которые по истилисты хотели сделать строго научными они оказались вот в разряде мягкой так называемой науки но означает ли это что они ненаучны да означает ли это что они не имеют какой-то практической значимости ну здесь мы с вами видим да вот некий такой параллелизм между астрологией экономикой то есть мы все любим критиковать астрологические прогнозы но правда при этом забываем да что они отнимают деньги только в том случае если вы хотите индивидуальный прогноз а вот если вы следуете экономическим прогнозом да то здесь всегда дело будет сопровождаться вашими личными денежными потерями вот проблема с экономикой вы видите этот список проблем она несмотря на колоссальный объем математики разных индикаторов да и разного поведения рынка прогнозирования рынка и так далее тем не менее экономика все же является ну действительно мягкой наукой ну и где-то там наполовину псевдо наполовину настоящий то есть это очень такая вот неопределенная вещь еще один забавный пример да это кулинария то есть вот мы каждый день с вами на самом деле пользуемся какими-то рецептами какими-то мнениями когда приходя на кухню которые вообще говоря не имеют особого научного основания ну вышли например десятки исследований по пользе или вреду красного фина и все они противоречат друг другу то есть если вы сгоните всех ученых всего мира в одну толпу заставить их проверять вот эти вещи то они вам скажут да что ну извините мы можем в лучшем случае собрать статистику но люди все разные то есть для кого-то это работает для кого-то не работает и они вам скажут пожалуйста не пытайтесь это превратить в математику то есть это слишком не точно это были некие бытовые примеры да здесь вы можете видеть примеры уже от профессионала вот очень популярный повар Джейми Оливер который ну он вообще большой молодец выступает за здоровый образ жизни здоровое питание и так далее ну правда я кстати говоря не видел ни одного повара который откровенно бы сказал что я выступаю за не здоровое питание то есть они все вроде бы как за здоровое и они дают вроде бы здравые рекомендации но опять таки если вы обратите на них внимание да я специально подобрал такие вещи которые опять таки не имеют достаточно точного или вообще не имеют научного обоснования научного подтверждения ну то есть пейте больше воды то есть кто-то обходится в день не тремя стаканами а кто-то тремя литрами чтобы вычленить этот фактор вот во влиянии на ваш организм да еще и убрать все другие факторы это совершенно невозможно но означает ли это что экономика не имеет никакой пользы да а кулинария в общем-то ну совершенная псевдонаука и тоже не может ни на что претендовать ну если мы согласимся с этим то нам придется на бутерброд намазывать там там физику вот а спасать свои сбережения с помощью да молекулярной биологии что из этого выйдет ну можно легко предсказать в принципе да то есть несмотря на то что это псевдонаучные по сути дела практики мы их успешно используем в повседневной жизни и не помираем да потому что все таки не все в жизни имеет какое-то точное решение ну это был некий краткий экскурс вот в философии в методологии науки а здесь вы видите некие вещи которые вот имеют отношение уже к ульяновску да ульяновск это как известно центр духовности да это это некий некий вот главный такой центр в Поволжье да который всегда выделялся какой-то особой силой да особой притягательностью вот и действительно в ульяновске довольно развитые многие сомнительные сомнительные ну и совсем сомнительные практики ну здесь вот вы видите список этих практик да я не вижу смысла их озвучивать вот если кому-то плохо видно да вы сможете потом в интернете посмотреть на видео здесь есть как очень старые вещи которые связаны например с целительством там какими-то святыми иконами да святой водой или какими-то благодатными огнями даже кто-то сейчас вот лечится говорят да вот вы можете зайти в интернет найти рассказы вот например в старой майне есть храм в котором сразу три чудотворных иконы собрались и я сам своими глазами видел рассказ одной тетушки который после похода к иконе зажил сломанный палец сразу причем зажил вот ну другие вещи здесь есть более современные ну вот нам например психодиагностика по ладони да если вы сходите в торговый центр вы встретите там этих товарищей да которые обещают там определить вам профессию по вашей ладони или нечто предсказать там судьбу болезни и так далее но вот во второй части этого предложения вы можете видеть указания на приборы ну там активациометр написан да есть и другие которые используются в лабораториях при некоторых университетах города и эти приборы на самом деле вот они крайне сомнительные да они там занимаются одновременно детекцией лжи да проверкой людей на совместимость друг с другом вот они определяют ваши биоактивные точки они определяют ауру а сейчас аура несколько замаскирована под так называемую ГРВ анализ это не какой-то там газоразрядная штука да но тем не менее на самом деле за этим стоит эффект кирлиан это очень старая известная штука ну это все довольно скучные вещи я вам приготовил еще несколько слайдов это которые показывают что в истории науки есть не только какие-то скучные вещи не только какая-то нудятина там копания в старых текстах и так далее иногда вы действительно получаете небывалый заряд позитива небывалый заряд бодрости когда сталкиваетесь с людьми которые вот несут на себе тяжесть борьбы с загнивающим миром да которые вот действительно как бы вот да они такие вот в ульяновске в ульяновске если кто не знал да есть русы откуда они взялись я не знаю не спрашивайте ради бога но тем не менее русы да которые умирают от гмо в неравной борьбе сражаются с ним вот и вот вы видите да несчастные помидоры такого вот мужика да который сражается с помидорами вот но это далеко не все это далеко не все значит здесь море море просто позитива да вот как вы видите они проводят они считают ГМО средством геноцида русского народа не меньше как ГМО разбирают где славяне а где не славяне где там татары чуваши я не знаю это тоже у меня пожалуйста не спрашивайте но тем не менее вот вы видите они сделали целый сайт геноцид русов вы можете его найти и там написаны просто потрясающие вещи самые такие интересные я для вас отобрал да отобрал вот ну как известно вот разные пара научные течения они никогда никогда не копают слишком мелко то есть если они что-то узнают если они что-то открывают то это сразу во всех областях науки и это совершенно революционные вещи да то есть ну вы наверное не знали но вот малосольная селедка да вот как считают русы в пластиковой упаковке это средство геноцида русов да потому что пластик он конечно же портит вот этот русский продукт да селедку и токсины из этой селедки в общем убивают руса ну как я понимаю что вот они ломают его днк то есть сам рус вроде бы ходят еще но его дети в общем будут уже полностью как бы так сказать повреждены ну кстати говоря русы вот как вы видите принимают почему-то поддержку путем платежных систем там виза по и полу которые придуманы богомерзкими американцами ну я здесь теряюсь в общем у меня логика на самом деле за русами стоят довольно известная такая группа левашовцев которые которые являются вот ну никак не меньше вы видите русским ученым с большой буквы да то есть его открытие его достижения всегда глобальны он не решает какую-то мелочь да если вот он что-то сделал да то вот он решил проблему чернобыльской аэс да где вот плутоний как они пишут да превышал какие-то концентрации ну правда плутоний вообще говоря уже давно вылетел из этого блока да там вообще-то уран остался но они пишут про плутоний бог с ними да ну вот совершенно исключительное достижение не у товарища да поэтому вот он к сожалению ушел из этого мира да он больше не сможет вас порадовать но вы можете можете найти его труды да и ознакомиться с ними там есть много потрясающих вещей ну и к сожалению вот эти веселые вещи веселые для человека со здравым восприятием тем не менее они могут повести к печальным последствиям да к печальным последствиям вы видите некое понятие паранаучной деградации личности по-моему такого понятия нет никто его еще не придумал может быть я опубликую это дело в свою идею но на мой взгляд вот психиатры существенно недооценивают в когда говорят о причинах шизофрении влияние каких-то вот паранаучных лженаучных концепций то есть действительно человек ну вот я расписал здесь последовательность да он может сначала познакомиться с какой-то одной потом он обрастает обрастает вот целой сетью этих теорий которые объясняют все объясняют историю объясняют биологию для него объясняют физику объясняют политику и в конечном итоге человек в общем теряет адекватность и теряет в общем какие-то ну навыки нормальной социальной жизни вот и это к сожалению я наблюдал и лично на некоторых примерах вот русы кстати говоря ульяновские русы ульяновск это большая деревня и я знаю одного товарища из этой организации да вот поэтому будьте осторожны да если вы замечаете что что-то неладное нужно следить не только там за своим рационом пищевым да ну нужно еще и следить за тем вот что вы читаете и о чем говорят да что читают ваши друзья близкие да то есть вполне вероятно что у них они попадают под власть вот какой-то сомнительной теории да так что будьте здоровы вот не болейте ну а на последнем слайде здесь вот некий список литературы это авторы да сборники конференции которые вы можете найти и самостоятельно еще что-то из этого излечь вот ну спасибо за внимание спасибо